Музыка Ко мной мои коллеги Кусьмин Варфан Борисович, он уже зам, председателя общественного комитета поддержки Путина, Гуши Истанав Валерьевич, тоже зам, Зенбок Сергей Александрович, член комитета, и Микмер Горяевна, тоже член комитета. Ну, скажите, все четырех депутатов народного права. Так, Владимир Владимирович, ну, в общем, мы встретились, да, с проблематикой, которой к нам обратились уже как депутатам народного права, и плюс как республиканскому общественному комитету поддержки президента страны Владимир Владимирович Путина. Это проблема выделения земельных поездов, почему к вам пришли, да? Второй вопрос, конечно, вас не касается, это больше нарушение, наверное, избрания процедуры, избрания главы СМО, но это части прокурорского, меры прокурорского реагирования. А вот что касается выделения земельных участков, какова позиция? Потому что сегодня, скажем так, на встрече и Старейшина, и, в принципе, как бы те участники, кто были, они говорят о том, чтобы там, Владимир Владимирович, позицию его наоборот поддержать, в части выделения земельных поездов граждан. Ну, как и в любом сложном вопросе, все не так однозначно, конечно, выберите. На самом деле, если углубляться в эту проблему, я, как вижу, три стороны конфликта. Это акционерное общество, и, я так понимаю, как, насколько я понял, часть Тайщика разбилась на две группы. И, да, вот, у нас сейчас идет судебная тяжба, тяжба уже с 19-го года. Ситуация, конечно, сложная. Чтобы вы сами понимали, допустим, акционерное общество на данном моменте не имеет пастбища вообще. То есть мы живем, как бы, официально неоформленные, как раз таки, из-за этой тяжбы. И тоже, конечно, ждем решения, разрешения этого вопроса в суде. Потому что оттуда уже какая-то, понимание возникнет, и оттуда уже можно какие-то планы строить на дальнейшее развитие. Но, учитывая, конечно, все сложности, мы довольно-таки, скажем, ну, сложная. Мы сами, как раз, понимаете, ситуация была. Что там засухи, с последствиями дезасухи. И... Ну, наша позиция какая? Нас тоже, как бы, волнует решение этого вопроса. И я, как директор акционерного общества, тоже должен, в любом случае, и оттаял позиции. Ну, сложная ситуация. Мне, конечно, по этому поводу однозначно, да, сложно увидеть. А скажите, вот, Батар Владимирович, баланс интересов, как бы, граждан, да, проработавших, и понятно, что есть официальная политика, как бы, да, в министерстве земельного в качестве вашего учредителя и так далее. Вот как принять решение такое, которое бы устраивало и граждан? Ну, вот смотрите, чтобы понимать всю систему работы, акционерного общества, здесь у нас, в Алсанхутинском, измолву, где-то около 45 тысяч гектаров земли. Из них 20... Порядка 28 тысяч ушло в паи. Соответственно, остается еще какой-то земельный участок, да? Ну, конечно, для совхоза это очень мало, для оцененного общества. В апреле 20-го года, когда я приступил к работе, собрал всех пайщиков, ну, сложная ситуация была на тот момент, вообще она была, наверное, до какой-то эскалации дошла, там, где-то максимальный. Мы собрались все вместе, я озвучил, ну, как бы, спросил у людей, что нужно, как бы, для как-то хотя бы, ну, понятное дело, спор идет. Акционерное общество бы функционировало, нужна земля. Земля, которая, как бы, выделилась, конфигурация вот этой земли, она, ну, не совсем устраивала, получается, акционерное общество, потому что у нас вся деятельность ведется, и, допустим, какой-то рычаг у акционерного общества есть в том числе, в том, что, ну, абстрагируем взять какие-то фамилии, имен, вот, допустим, на живостоянке стоит человек, он работает на акционерное общество, он должен определенный план какой-то давать по Ягнатам, по Делятам. Если вокруг этой живостоянки земля его собственности, соответственно, он, грубо говоря, не совсем будет особо, и некоторые, я не говорю про всех, есть большое количество людей, которые и лояльные, и в этой ситуации, конечно, вопрос такой подвешенный, потому что, если, допустим, нету какого-то рычага, соответственно, тут какие-то там, не знаю, еще какие-нибудь, ну, грубо говоря, ты увольняешь человека, а он фактически увольняет тебя, он не дает тебя, когда, то есть, это такая перспектива возможна была бы ситуация. На тот момент, когда мы начали разговоры с пайщиками, они, в принципе, сказали, что готовы работать, готовы работать, но им нужна была прозрачность. Это была основная их просьба. На что я спросил, что именно, ну, они, так сказать, попросили за техника, скажем так, выбранного, и крыльча, абронома. Ну, на что, в принципе, мне как раз-таки проще было бы работать, потому что, я когда пришел, увидел раскол, совхоз разлились на нескольких противоборствующих сторон, раньше, я как-то, насколько я слышал, что все здесь такие дружные были, и на данный момент, конечно, ситуация, я думаю, что более-менее выравнивается, потому что у нас сейчас здесь в акционерном обществе работают и разные люди, с разных, скажем так, сторон, ну, все как-то пытаются. То есть вы соблюли баланс интересов, да? Не то, что баланс интересов, мне вообще хотелось, конечно, в этой ситуации, в этой ситуации хотелось бы как-то постараться схватить людей, это проблема, она, в любом случае, какой-то временный характер несет, рано или поздно, как, так или иначе, вопрос решится, а вот отношения между людьми, которые были здесь, хотелось бы возобновить, как бы, это раз, и, ну, получается, есть еще определенная сторона, которая недовольная, получается, выделила, это из состава тех же поевщиков, которые недовольны выделом земельных участках, в той конфигурации, говорящей о том, что их интересы были нарушены, и выделили. Это, получается, вторая сторона, да? Это третья сторона. А, это третья. Ну, да, получается, с одной стороны поевщики другой, и третья, это тоже часть поевщиков, которая недовольна распределением земли в той конфигурации, которую она распределила. Ну, получается, еще есть четвертая часть, это, скажем так, официальная политика руководства, да? Которая говорит о том, что, прежде всего, вы должны руководствовать интересами, как бы, откровенно говоря, здесь я сам не получается работаю, это же коммерческая организация, да? В этой части у нас, конечно, как бы так сказать, у меня как бы нету каких-то там каких-то непонятных, непонятных. Я как бы работаю, я в любом случае я как директор акционерного общества выложу интересы акционерного общества в первую очередь соблюдать. Моя позиция как личности, она как бы здесь не должна. Я понимаю, я с людьми как бы не делю людей, стараюсь одинаково просим по позициям, потому что это такая временная проблема. Вообще, эта проблема возникла в году так, в 2016-м, тогда вообще, если уже не кривить душой, практика какая сложилась, обычная земля уходила в районы, эта земля вся была федеральной собственности. Получилось так, что земля ушла не от Пармо, а от сельско-муниципального образования. И получился тот конфликт, который получился. А обычно происходит как? Район распределяет землю, ну, как бы, читая, скажем так, все интересы, и никаких конфликтов не возникает. получилось так, как получилось. А как все-таки предыдущее руководство решало так на балансе интересов, что сегодня, вот я же говорю, даже старожил, вспоминали уже царство небесное, ушедшего Ивана Бадмача, который умел соблюсти интересы и граждан, и совхозы. Ну, откровенно говоря, тот период, это было, если честно, не вдавался, поскольку вам-то я слышу, как было, да, разговоров нет, про Ивана Бадмача, и кто там, плохо не отдевается, все люди положительно о нем, положительно о нем, да, был какой-то баланс, видимо. Да. Вот как вы видите, как руководитель, как в этой ситуации участие? Ну, в первую очередь, я жду результатов суда, и оттуда уже какую-то стратегию можно устраивать. Часть, допустим, хозяйственной деятельности, ну, нам не дается сейчас работать, если честно, неплохо, я думаю, потому что, учитывая весь спектр проблем, с которыми я столкнулся, это засухая, это не единственная проблема, с которой мы здесь столкнулись. У нас была более серьезная проблема летом 2020 года, ввиду того, что у нас в пиковые дни летние мы где-то около 30 водовозок отправляем. Как раз положительный пример сегодня граждане сказали, что именно вот Гата Владимирович занялся этим вопросом. Да, очень сложная ситуация была, потому что Чаграйское водохранилище подает через по каналу воду нам. Мы здесь накопитель набираем и с этого накопителя распределяем воду по всем точкам в течение лета. В прошлом году ситуация сложилась так, что вода испарилась в августе, в конце августа, начале сентября. Вода зеленеет, они здесь называют ее тархун, клея в середине лета. Соответственно, там всякого рода паразиты образовываются, и этой водой мы горячее получается поем скот, что неплохо влияет на развитие конечно животных. Случилось так, что вода закончилась практически в августе. И нам пришлось срочно, мы понимали то, что в перспективе проблема на здании, срочно изыскивали, нашли участки с водой, которые нам покрывают ее запасом на данные потребности. А вот скажите в части социальной инфраструктуры, вот у вас здание столовой стоит, как вы? Мы обдумывали эти вопросы, да, наработки. У нас так, я озвучил одну проблему в части получается засухи. Допустим, у нас подавляющее большинство зданий не зарегистрировано, ни майн-прав, соответственно, юрлицо должно заплатить за каждый объект недвижимости 22 тысячи воспошлиной и сумма круглая входит. В части этих зданий, во-первых, при пандемии конечно это все заморозилось и мы как бы взяли на паузу этот вопрос, а дальше мы будем постепенно регистрировать права собственности на здание, которые в первую очередь нам нужны. Мы уже заказали несколько технических планов на стратегические объекты, в первую очередь, которые надо регистрировать и я думаю в течение месяца двух будем уже оформлять право. И в перспективе я думаю мы закончим это все с оформлением прав на здание соответственно на земельные участки под зданием которые потому что там тоже вопрос возникает завтра вдруг возникнет потребность в кредитах и прочим если у нас не будет залогового никакого имущества то это тоже проблема возникает. Матал Владимирович ну вот если возвращаться к вопросу все-таки земельных поек если судебные решения будут условно говоря не в пользу граждан каким образом как вы видите вся перспектива вы решите этот вопрос? Мы договорились с товарищей этот вопрос в первую очередь поднимался в апреле прошлого года людям я сказал так ну давайте в любом случае работать будем если вы хотите работать первый вопрос был такой вы хотите чтобы уничтожить завтра вас или нет люди мне сказали нет давайте тогда к какому-то консенсусу приходить я пообещал что давайте вы выигрываете вы так же мы работаем как работали мы выиграем так же будем работать как бы и в принципе всех правовариантов то есть этот вариант устраивал да? ну с учетом тех требований которые заявляли и мы эти требования в принципе выполнили вопрос никир не возникает ну именно тоже вопрос как раз таки по этой части то что если в пользу пайщиков рассмотрится все-таки вопрос то каким образом это повлияет на работу то как раз ну если в пользу пайщиков вопрос решится если люди будут свои обязательства по той договоренности устной исполнять то тогда мы дальше будем ну то бишь для племенцев совхоза то что те условия которые пайщики как бы говорили обговорили даже пускай бусные договоренности это устраивает и финансовая модель грубо говоря прием совхоза это как бы ни в коем случае если никакого там скажем так саботажа придется какие-то другие варианты и вот на данный момент я же так понимаю вопрос этот висит уже в повышенном состоянии с 16-го года правильно же и сейчас кто несет нагрузку от именно налогов и кто-то оплачивает за это аренду или еще что-то кто тот кто эксплуатирует непосредственно пузырьки ну да практически да это вопрос у нас скажем так поставили на паузу пока не разрешится спорить то есть все воружения не а на данный момент или никто не оплачивает налоги ну получается дело в том что если допустим есть две стороны которые считают оспаривают право друг друга то соответственно каждая заранее считает себя правой получается это понятно да если допустим как-то получится что решение какой-то прилипет в той или иной сторону мы соответственно будем пересматриваться наверное по поводу там прошедших периодов ну я думаю что мы как-то решим этот вопрос но у племсовхоза нету таковой принципиальной позиции именно земля должна осталось не совсем так племсовхоз иметь свою позицию если племсовхоз не имел бы свою позицию то у нас не было бы иска вот здесь самый главный наверное посыл который идет и от граждан и от Батаре Владимировича они же сегодня сказали что Батаре Владимирович нас поддерживает и в данном случае его заинтересованность в решении задачи есть чтобы сохранить и соблюсти интересы граждан и вроде бы чтобы не пострадала вторая сторона финансово-хозяйственное в том числе по племсоводу Чикчай потому что у нас удалось выстроить общение мы являемся оппонентами с людьми но в то же время мы и разговариваем общаемся и можем как-то допустим без проблем без никаких напряжений как-то это как-то цивилизованная я считаю цивилизованная модель какое-то общение потому что личный я не хочу спускаться в какие-то моменты чтобы там Вадимович как раз соблюдает интересы готов с нами работать вот это самое главное абсолютно при любом решении которое будет принято понятно что на четвертую власть судебную никто повлиять не может но тем не менее оттенок административной составляющей он присутствует то для чего мы сегодня приехали по обращению и будем дальше уже в рамках республиканского комитета поддержки Владимира Владимировича Путина будем как раз решать вопрос как бы на следующих этапах а мне самое главное нужно было и как и моим коллегам закрепиться в том что вы готовы работать и соблюдать интересы граждан на территории муниципалитета вот это самое главное при любом раскладе при любом результате в любом случае нам придется в каком-то взаимопонимании приходить соответственно мы просто в ожидании вот это про аналпозицию команда канала зан онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков большое спасибо благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео с уважением Максим Цыденов я хочу опять же поправку сделать иск был подан в 19 году получается два изца это акционерное общество и часть боевщиков до 2006 года земля принадлежала акционерному обществу на праве постоянно беззрочного пользования и вот это вот право получается прекратилось я откровенно говоря не совсем понимая как это процедура происходила правильно ли процедура происходила там тоже вопросы возникают там определенная процедура да Иван Батманович будучи директором писал письмо о передаче земельного участка я буду говорить конечно как я сам это все я еще беспристрастен в этой части Иван Батманович писал письмо о передаче земли в район но во-первых земельный участок он является одним из основных активов акционерного общества если допустим директор принимает решение которое превышает определенный процент установок того же капитала и прочее он должен просить разрешения собственника учредителя соответственно была ли эта процедура соблюдена не была я не уверен поэтому раз таки и этот вопрос возникает потому что возникают вопросы по самой передаче этого земельного участка от федеральной собственности в муниципальную а потом в республиканскую муниципальную вопрос не поняли сейчас на сегодня в сухом остатке мы имеем факт то что Росимущество передало земельное участок полностью муниципальную собственность на сегодня собственник муниципалитет распорядитель земельного участка является администрация от Санкт-Петербурга муниципального образования связи с этим так как собственник изменился право постоянного безрочного пользования наверное прекращается но если было бы все и идет соответственно постановление распределения земельной даты то есть говорит о том что право постоянного безрочного пользования мне кажется здесь неуместно поскольку и собственник на сегодня который хочет передать для реализации здрав граждан так который тоже в том числе по некоторым судебным порядкам и позиция глимзавода по судебному решению говорит о том что это земель сейчас полностью наш постоянный безрочный пользование здесь уже никакой актуальности не имеет если суд скажет что это так и есть так она кажется что вы злоупотребляете право на подачу ну во первых я не юрист давайте не губ если допустим как бы не было поэтому там же есть решение суда кстати это решение суда это не первый танц там был первый процесс вы игровали получали у меня вопрос я понимаю что очень легко брать очень легко брать и скидывать на судебную систему мы понимаем что на власть не появляешь да но как согласан сказал что у нас есть оттенок административных ресурсов как имеет право например до хозяйства акционерного общества говоря об интересах народа заявлять о каком-то там праве постоянно безрочного пользования с учетом изменения собственника нам здесь надо сделать поправку то что это коммерческая организация и мы как бы мы оказываем помощь людям допустим какую-то благотворительность я вам хочу сказать то что я акционерного общества и должен полностью отстаивать интересы если допустим есть какой-то изъян общественники которые были то есть население сельско-муниципального образования говорит о том что мы хотим сохранить совпад вы говорите мы хотим сохранить совпад третья сила о которой недавно там же говорилось тоже говорит нам необходимо сохранить совпад получается так что федеральное имущество передало в собственность земельный участок муниципального образования муниципальное образование администрации решило передать земельный участок гражданам муниципальным в личную собственность в общую любую собственность так интересы Копчаева не затрагиваются никак не затрагиваются интересы граждан соблюдается и соблюдается есть интересы с учетом того что все эти три стороны хотят чтобы сахоз работал можно просто не подавание их риска распределить как бы оставить как было заключить те же договора аренду тоже право на там ту пользование или просто передачу и пользоваться на том основании здесь не здесь я говорю здесь мы не здесь соблюдается интерес государства в лице акционерного общества о том что то есть нам сегодня граждане когда мы хотим свою жизнь можно чтобы на земле работа работал совхоз то есть мы ничего не отделяем а с вашей стороны получается так что вы подаете гражданский язык говорить за нами право постоянно височное пользование а вы ребята отдыхаете вот так в каком интересе может быть в этой ситуации являясь директором цене общества я должен отстаивать максимально интереса это общество если у нас идет процесс суде если этот спор до конца не разрешен судом соответственно не говоришь я не о том что идет о том что можно было не инициировать мы сейчас говорим о том что можно можно было не делать в девятнадцатом году что можно было не делать шестнадцатом году когда земля уходила ну это об этом конечно можно много рассуждать но фактически как есть сейчас есть есть процесс судебный которого должен завершиться этого года восстановление предоставления собственность и этим гражданам не отменялась и проблема такой сильно не возникал просто некоторые граждане но хоть не поделили которые активно заявляют свою позицию выбирайте скот с нашей точки с вашего ваша точка находится у нас моя земля мои по и вокруг этой точки убирайте чё хотите то и делать мне как директор находится вокруг находится земельный участок 3 по я человек он заявляет открыто он что он вызывает одну комиссию штрафуют нашего бухтовщика за то что спасает скотину вот в этой ситуации тогда смотрите если эта ситуация гипотетически представить что эта ситуация будет мультиплицироваться в конце концов что-то к чему мы даже не покрывали части соответственно надо было докупать когда вопрос стал о том где покупать и как то несколько вариантов возникло ну решение было принято закупать вообще за пределами мы купили в Владимирской области сенаж когда это решение было очень спорным там два решения спорных которые я предпринял да на тот момент конечно казалось что это возможно но мы купили все сены из северных трав церную там ежа овсяница и прочее так как бы высокопитательная а в каком объеме можете сказать 1200 тонн на копеек миллион двести килограмм и это сено всю зиму нам сюда поставлялась цена вышла нам с учетом доставки мы заключили не договорку для продажи а договор поставки потому что для меня не было до конца понятно те субсидии которые выделялись они выделяются только лишь на закупку или транспортеров туда входит а в перспективе потому что не было никаких вопросов мы заключили договор поставки сюда до Чкалавского запоза это сено всю зиму нам сло в принципе все видят все знают сено качественное рулоны очень тяжелые мы сами взвешивали иной раз рулоны весили больше чем были заявлены потому что мы закупили сено в рулонах и сенаж зеленый консервов скажем так сейчас мы давали в последнее время я думаю что это сено дало нам возможность как-то уменьшить последствия завтра конечно был поддержан на 1 апреля у нас по оборотке 1296 получается у нас проблема еще такая была когда сходили в зимовку у нас практически 15 процентов маточного поголовья было не предельно а запредельно старое то есть им было по 15-16 лет я не знаю как произошло там они же должны были как бы ремонтироваться может какой-то момент ремонта не было и эти коровы оставались эти коровы были у меня есть фотографии но не с собой они были вот такие уже летом и как бы удалось нам хорошую цену найти и мы их прямо в степи здесь продали ну степи имеется ввиду если бы мы их повезли бы по дороге часть погибла бы и соответственно выход на каждую голову был бы минимальный на тот момент где-то на процентов 20 выше рынка мы их продали всех зашли в зимовку по голове 1010 долларов на 1 апреля 1296 ну просто надо учитывать то что в принципе вот марк он тоже дал конечно это самый сложный месяц был это вопрос когда вы принимали хозяйство по акту сверху какое-то количество там же как раз и приход и скажем так время приход и время там все это же фиксируется каким показательным вы принимали ну в части скота в принципе скот который мы принимали в том количестве и был вопросы были только лишь в том какого качества нет дело в том что крема что пример есть своя индивидуализация регулярно и она практически до раньше была практика что там прием передачи и прочее теоретически у нас там визуализация происходит этого достаточно если допустим интервизация прошла не у меня куда там было а я принимаю этого нет то тогда вопрос возникает к руководству предыдущему фактически то что есть и то что было у нас на что на балансе что фактически она что там это не говорили только про скотину это и техника и здание и прочее понятно непонятно конечно сам механизм передачи на поскольку вы делал а я понял сейчас до конца я дополню дело в том что на момент скажем так вступление в должность быстро получать коронавирус фактически невозможно было комиссию ту же полную не собрать и привезти сюда с внезема смесельхоза и мы тогда это все апрель 19 до 23 25 то есть процент падежа вы в принципе еще данные когда получать смесельхоз не сдавали нет мы сдаем регулярно в течение всей зимовки у нас регулярно сдаются еженедельно зимовки да мы там материалы возим в лабораторию республиканскую там определяем как бы исключаем все заболевания если которые заразные могут быть но их как бы нет просто все в результате как бы слабое поголовье которое не выдержало хорошо тогда еще один вопрос количество когда вы принимали 1596 сегодня 1226 вот этот падеж который был в условиях засухи то есть потери кто несет вы несете какао или вы скидываете это на животноводов которые работают тут есть нюансы это вопрос проблемы как бы которые сегодня в нашей ситуации он как бы еще более проблем есть потому что опять же ситуация непонятная чья земля чья точка наличие поголовья частного сколько поголовья частного купили ли корма на частных поголовья людей фактически процентов 80 не покупала корма то есть соответственно и корма которые мы завозили я не исключаю такого сценария что хорошо бы того не скажите вот у вас животноводческой стоянки процент именно сектора сколько в практике это очень сложно посчитать приезжают что часть скота может быть а часть скота может быть где-то где-то там допустим это очень нет но скажем так джентльменское соглашение если 10 процентов частного скота 80 процентов там же наверное 20 не так там частного скота может чуть меньше чем нашего как-то так в целом мне говорят раньше у самхоза было там 7000 голов крупно-рогатого скота по сути эти цифры не изменились просто перераспределились те же 7000 наверное в территории этого слова не будет просто распределилась между частным и государством раньше большая государственного вся земля была государственная и соответственно можно было как-то контролировать количество инди сектора а сейчас допустим когда земля вокруг живостоянки по ячейка это как раз таки не стоило что не все так однозначно такой ситуации человек допустим имеет свою землю он может производить скот как считает и в каком считает количестве но при этом сохранить государственное да ну да как показала эта зимовка не у всех удалось это сделать в чем причина тоже понятно что человек свой скот наверняка к рыбе если допустим ну и склад контролируем до пика не доводили старались как-то ну соответственно часть кадежа будут расстанавливать точки а в каком проценте 40 процентов 40 процентов по абсолютным цифрам которым нет 40 процентов от количества от количества человека 10 10 голов упало 4 но опять же тут нюансы это национер общество это наш сотрудник соответственно мы имеем право там где-то делать поставление в части там оценки это может по себестоимости где-то ну здесь мы тоже то есть это в принципе зависит от вашей лояльной политики по отношению к животноводу лояльной политики акционерного общества здесь какого-то кумовства образ процветало это твое это мое этому то можно этому то нельзя я сказал ребята допустим ну кто-то мне говорит слушай у меня же я все закупил буквально был человек ты же за то чтобы всем было одинаково может быть это она идеально не сможет сработать по крайней мере сначала но если вы хотите чтобы все одинаково было где-то может и придется подержаться ну как-то так и люди соглашаются у меня по этому поводу не было ни одного там какого-то спорного конкретного момента а вот часть развития социальной инфраструктуры на селе какова политика вас как директор по этому поводу вот мы сейчас решаем один из очень если не самый важный вопрос потому что с питьевой водой здесь очень тяжело мы нашли инвестора предпринимателя который в перспективе будет заниматься да здесь ситуация какая 50 лет все 50 лет гидрогеология советская еще и российская здесь сказала что нет вот здесь метров 20 грунта потом идет 40 метров линза такой очень соленой воды и потом тоже не пустоты она все запомнила нам удовольствие изыскать мы будем эту соленую воду ну максимально свою лояльность показываем этому человеку как бы на встречу идем если вдруг что надо будет какие-то там строительные работы или что мы готовы наших строителей как-то договор заключаться с этим я думаю что у всех людей желание есть чтобы этот вопрос потому что люди заказывают в членах опять же качество непонятно где там здесь хотим сделать такой проект который будет в городе продают допустим какие условия вам предоставляют вот этот вопрос сейчас как раз таки разрабатывается если допустим мы перейдем в перспективе на новые какие-то отношения соответственно там как раз таки стимул будет очень довольно интересный для человека потому что ну скорее всего баланс точнее процент который от которого человек будет увеличиваться соответственно будет стимулироваться человек будет более заинтересован и больше приклодов больше качественного приклода получить и он сам будет этим процентом заинтересован и акционерному что это будет выгодно а в прежней схеме получается кроме того что вы предоставляете соответственно трудовую заработную плату в принципе да больше никаких мест от поддержки нет? при прежней схеме получалось так то что мы выплачиваем заработную плату и сверху человек получает 10 процентов пеплода есть если он выполняет план выделяем это в целом если по году посчитать то плюс дополнительно оплим завод выделяет там сумма на картошку в зиме там ну да но в последнее время от этого начали уходить люди как бы раньше да такая была практика были вопросы к качеству постоянных продуктов и как бы людям проще и самим если честно а вообще в ботовании у вас пекарни нет? пекарни здесь есть у нас есть да? то есть вы обеспечиваете же в стоянке? ну мы не обеспечиваем а пекарни вы предпринимали? не не я говорю про политику как раз у вас как руководителя а вы смотрите у нас когда начинается окутная кампания мы распределяем по всем же стоянкам продукты газ и прочие вот такие вот все сопутствующие тут проблемы то есть создаете дополнительно как бы условия для стимулярования? ну нет нет это мы просто помогаем для того чтобы нужно было окут как-то потому что люди заняты и круглые сутки бывают а потом не останавливаются и иной раз у него нет возможности доехать там и заправить тот же газовый баллон или продукт купить вот в этой части да у нас буквально мы недавно разъездили это хорошо прошли не одномоментно не на кратковременное время да а все даются надолго при этом хотите учесть баланс интересов как бы да и акционерного общества и граждан но тем не менее как бы самый основной вопрос вопрос законодательного регулированного выделения земельного боев он как бы вот без пристрастия да и здесь в данном случае и можно и пожертвовать интересами и ОАО и интересами в принципе поскольку вы являетесь земляком в душе надо всегда думать о том чтобы интересы граждан пострадали а мы со своей стороны как представители республиканского общественного комитета как депутата народного права будем помогать в том вопросе что необходимо все таки закрепить это право которое должно быть у граждан республики тем более этот прецедент создан он не нами с вами не вами не нами никем не создан но те свидетельства которые выданы о праве собственности да на земельные участки у пайщиков и у работников как у нас у сельчан их никто в принципе не отнимет поэтому надо работать на балансе интересов и самое главное что от вас это понимание есть что надо учесть интересов спасибо калмыцкие небылицы приметы и гадания три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании вышла книга которая обещает стать библиографической редкостью сказка о даунхойрхудл 72 небылицы рассказ диалог кэмэльхэн приметы 25 позвонка овцы и образец гаданий далэншин джэ гаданий по бараньей лопатке представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовы прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором первый альбом для новорожденного на калмыцком языке Мендефт Эн Би здравствуйте, это я так жизнерадостно называется этот альбом стильный, современный дизайн текст на калмыцком и русском языках а также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным, вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного а также о таких важных моментах которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос, этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка по вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона указанного на экране